Ваша фамилия и младшество? Дулмаев Доржо Байревич. Имя как? Дул Андоржо. Андоржо? Доржо. Доржо. Год рождения? 23.11.2000. Вам 22 года, да? 21. 21 год, да? Ваша должность? Научик-оператор БМП-2. Воинская часть? 320.364. Откуда сам родом? Родом из Абрикасского края, Чеченская область. Чеченская область. Чеченская область, это Бурятия, да? Нет, Забайкальский край. Забайкальская, да? Да. А какая у вас национальность? Бурятия. Бурятия, да? А там Бурятия тоже проживают? Да, там тоже. Много их там? Так, не особо много. А когда вы шли в Украину? 24 февраля. А на каком направлении? С Крыма. С Крыма, да. Вы зашли куда? В Херсонскую область? В Херсонскую область. В Херсонскую область, да? А как проходили? Получается, у нас бронегруппа была. Ну, я был составлен бронегруппы, наводчикам. И десант, ну, пехота. С вертолета десантировался на Херсон. Ну, и херсонские мосты схватывал. То есть мы бронегруппу заезжали через Армянск. И какие цели ставились перед вами? Ну, у нас задача была доехать до пехоты. Просто и все. Ну, когда доехали до пехоты, там уже и Херсон был захватчен. Мы забрали пехоту и уехали в Армянске на Боявку. А где вызвали плен? Возле населенного пункта Ивановка и Марьин в лесополосе. На обладательном посту. Это какая область? Херсонская область. Херсонская, да? Двое дежурили. В пять утра там ИЗД проснулся, зашел от выстрелов. Ну, глушителей стреляли. Ну, я проснулся, там уже трое убитые были. И на меня уже. Ну, оружие направили. Я сдался в плен. Это ВСУ? Да, ДРГ. Девышний нарисгруппу, скорее всего. А это было ДРГ, а это место сконтролировали русские военные, да? Там, где вы были? Да. И сколько еще вы еще с вами впали в плен? Нет, я один попал. Только один, да? А трое были убиты, да? Да. Это с Донбасса, да? Нет, это... Ну, простая пехота. Это простая пехота, да? Ну, один из Донбасса был, один Бурят и русский. А русский откуда? С Иркутской области. Иркутская, да? Да. А вот вам 21 год. Вы контрактник, да? Да. А сколько получаете по нигам? Там? В России, да? 34-35 тысяч. А сколько долларов, когда вы уезжали? Ну, сейчас долларов сколько? 60, да? Да. То есть где-то 500? 500 долларов, да. 500 долларов. А вы пошли на срочку, а потом контракт подписали, да? Срочно служил. Срочно служил. Да. После строя службы я служил, 4 месяца отдохнул, потом подписал контракт. Вы сказали, что должны были объединиться с пехотой, которая в Херсоне, да? Ну, объединиться от цели, вот вы на очередь там бомба. Какая? Цели у нас просто не было. Ну, в смысле? В армии нету цели, просто приехать пехот? Нам особо-таки задач не ставили. Я даже, мы даже командира, мы уже знали. Мы просто двигались по приказу их не туда едем, туда едем. Все. А вы понимали, что это другая сторона, независимая? Да, я знал. И? Ну, я так понимаю, что у вас нету разницы между поездкой на бомба туристической и между военной акцией, да, я так понял? Ну, я правильно вас понимаю? Да. То есть вы туда ехали как кто? Как турист? Нет. Ну, получается. Вы ехали с Крыма в 23-м, на 24-м. Ну, построили колонну, сказали, выдвигаемся в сторону Армянск. Для чего? Ну, там, почему-то ехали в Армянск на трое суток. То, что... Ну, я так особо не понял. Ну, там сказали, что охраняем границу. На защиту границы, типа такого. От кого? От украинских военных. А что они там, а украинские военные что там делали? Я не знаю. Ну, просто сказали, проехали туда. Вот вы сказали провокационные вопросы, что вы не будете отвечать. У меня провокационные вопросы, но это же нормальный вопрос. Ну, правда, нормальный? Да, нормальный. Ну, вы как военный, ну, зачем ехали в Ферсу? Ну, то есть цели какие-то были, ну, должны были быть. Ну, цели были у пехоты. У нас было только доехать до пехоты. А я, например, о пехоте может по-другому сказать. Цели были у тех, что на БМП. Цели были у нас, у тех, что на БМП, а нам нужно было дойти. Могут ли они так сказать? Мы не разу там, когда до пехоты доехали, у нас была задача не вступать в бой. У нас пехоты не было, у нас просто сожгли бы всех. Ну, сказали, что мы там 3-4 часа катались просто по полю вокруг, объезжали все эти боевые точки. Потом нашли там безопасный путь и поехали в Ферсон. И когда мы приехали туда, ну, окраине города приехали, там уже пехота уже была, мы их забрали, боеприпасы загрузили, поехали в арт-дром Чернобаевку. А знаете, что в Чернобаевке было? Ну, да, мне рассказывали. Здесь. А то есть вы не видели то, что происходило в Чернобаевке? Нет, мы самым арт-дромом были в Чернобаевке, где вертолет напал, вертолет из леда. А то, что происходит сейчас в Украине, вот вы зашли в Украину, для вас это что? Как это называется? Война или не война, спецоперация, вот лично для вас? Конечно, война. Точно, точно не спецоперация. А почему вы не хотите этого сказать? Вот вы делаете такую большую паузу, в чем проблема? Да нет, не в том смысле думал. А в каком? Ну, то, что Россия делает, думаю. Что это. Вот в Украине показывали, вы помните этот, были кадры с бурятами, да, я там Кобзон переезжал, обугленными. В Луганске или в Донецке, да, это как-то там 14-го года или 15-го, мне кажется. И вот сейчас вы тоже идете воюете. Вот вы лично, как бурят, за что воюете? Получается ни за что. Ну, то есть, это ваша война? Нет, не наша. А почему так много бурятов идет? Ну, там больше всего военные идут, приказ дали. Не, ну, бурятов очень много, я-то понял, он ведь здесь. Да, у нас почти вся бурятя заехала. Как? Почти вся бурятя заехала, скорее всего. Почему? Ну, а почему вот в Бурятия все заехала? Я не знаю. Есть Питер, есть Москва, могли они ехать воевать, а здесь почти все бурятя. В Москву заезжал. В сколько? Ну, я не знаю, там вся армия заезжала, вроде. Ну, в Уберлино или вроде? Там-то армия заезжала, не знаю. На каком направлении? В Черниговке, вроде. Чернигов, да, через Беларусь. Да, ну, их там уже всех сожгли там. Ну, я не знаю, что там плены, просто попадались. Оттуда с ним разговаривал. Да я вот спрашиваю, вот в личном бурятах, вы же другой народ, чем русский, правильно я понимаю? Ну, вы просто первый бурят, которого я вообще знаю в жизни, честно говорю. Это другой народ, чем русский, правда? Да. Так, у меня вопрос, а за что вся бурятя тогда воюет здесь? Вы лично за что воюете? Я не знаю. Почему в армию пошли? Вот много людей, с которыми я здесь говорил, да, русскими, военнопленными, они говорят, что безнадёга в жизни, говорю, заработать негде, это единственный шанс. Да, я бы не сказал. А вы почему в армию пошли в 21 год? Ну, я тоже, да, хотел на гражданку устроиться, на авиационный завод. И? Ну, как-то там не получилось. Ну, то есть, всё-таки безнадёга, да, жизнь говно, и только дают зарабатывать в армии, хоть что-то. Правильно я понимаю? Да. А семья есть? Родители? Да, родители есть. Они знали, что зашёл в Украину? Ну, они только узнали через 2-3 недели. Откуда? Ну, я позвонил. Дали позвонить. И что они думают об этом всё? Да, я особо не помню, что мы разговаривали, о чём. А ещё сёстры, братья есть? Да, есть. Сколько? Трое. Младших. Младших, да? То есть, вы как-то родителям помогаете? Финансово. Родители с чем занимаются? Ну, сейчас у меня все деньги, ну, как сказать, моя карточка у них. Все деньги мои у них дома. У родителей, да? То есть, вы помогали родителям, да? А родители чем занимаются? Сейчас. У меня отчим, он на инвалидности. Ага. Да. И у меня младший братишка, он тоже инвалид, и за ним уход нужен. Они работают. А мать? Мать здесь детьми, да? Ну, вот, говорю, она за ним ухаживает. За братишка. Я правильно понимаю, что все деньги, которые я зарабатываю в армии, сейчас задавалось, чтобы им помогать, да? Да, ну, все деньги там, да, дома. А, например, за Байкарского края вы еще где-то были? Вот, ну, чисто не как военный, да, только человек, который куда-то ездил? Ну, только на ученик, да, ездил, и все. А так особо не было. А почему? Финансов не был? Да, почему? Я в то время не был. Учился. Потом на срочке... Ну, я тоже учился, наверное, много где ездил. Когда был сюда. Да, у меня еще все впереди, наверное. Все впереди еще. Впереди что? Ну, то, что успею еще съездить. Надеюсь. Вы думаете, что успеете, да? Да. А вот... Вы зашли в Херсон? Вы были в Херсоне, да? На окраине. На окраине. Вы видели митинги украинцев, которые выходили с флагами, которые говорили русские, уходите? Полно видео этих с Херсоном. Ну, когда это видео выложили? Сразу же. Сначала, которые были. Там были большие украинские митинги. Ну, я даже про митинги не слышал. Да, много есть видео, где украинцы с флагами выходят, стоят эти оккупанты. Мне говорят им уходить. Ну, вы ехали, да? Вы как не турист. Это же теперь понятно. Давай как оккупанты пришли. Да. Вы что-то знали о украинцах до этого? Нет, не знал. То есть, грубо говоря, бурят — это как стадо баранов, да? В Российской Федерации. Нет. Ну, выходит так. Да я не знаю, зачем их отправились. Нет, ну, выходит так. Мы ехали к пехоте, зашли в другую независимую страну. Почти все буряты здесь так воюют. Если так же говорят другие, то уходят. Наша бригада подчиняется Москве. Ну, я понимаю. Нас отправили сюда. Ну, я понимаю. Почти все буряты. Вы же сами сказали, что здесь воюют. Ну, выходит так, что, короче, что буряты — это как стадо баранов, которых послали на бой русские. Ну, правильно? Да много здесь русских. Много русских бурят, все другие национальности. Да, но я... Нет, ну, вы же бурят, я спрашиваю, потому что... Ну, вы же сказали, что почти все буряты. Да, это другая национальность, правильно? Ну, то есть для вас русские — это нормальные люди, да? Которые вас как на уборе. Что это сюда? То есть это, ну, как бы в норме, да? Среди бурятов? Ну, вы тоже часть России. Ну, вы здесь считаете бурятами или русскими? Бурятами. Ну, россиянами, как сказать. Ну, вы гордый, что вы россияне? Да. Гордый, да? А в чем гордость? Вот, например, украинцы смотрят то, что сделали здесь русские военные, да? Это там радерствуют, насилуют. Вы видели? Телевизоры шлют, унитазы домой и так далее. Это все у нас в СМИ показывают. Грабят. Унитазы в Бурятии есть? Ну, конечно, есть. Телевизоры, холодильники. Все есть, блядь. А зачем это русские солдаты все делали? Бучий, репень? Я не знаю. Отморозки везде есть. А то есть большинство русской армии, это нормальные ребята, а просто попали с отморозки, правильно? Украинские СМИ показали отморозки. Ну, вы хоть так. Хоть так. То есть вы горды за то, что вы русский солдат, правильно? Я понимаю. Ну, хоть и так. Вы горды за то, что ваши сослужилцы здесь делают с другим народом? Нет, конечно. Здесь как бы мы будем горды. Ну, вам не стыдно, что вы часть этого всего? Совсем? Стыдно. Нет, это не в том проблема, что, например, никто на вас не давит. И не нужно так говорить. Ну, вот, например, были люди, которые говорили, ну, не надо так разговаривать. Русский солдат, он хороший. Много есть хороших людей, много есть плохих, да. Ты весь день, думаю, есть в любой другой нации. Если обвиняют, еще раз пойдете вы его? А что сделаете? Ну, денег нет, ничего нет. Так что, уволиться можно. Я могу на завод пойти еще. Могу на завод пойти? Не, ну, не получилось даже пойти на завод. Ну, то есть. Да лучше где-то в другом месте работать. То есть, не военном. Это сейчас вы как-то говорите. Ну, у меня точно смело, с ней хватит обратно, стал приехать. Почему? Нет. Я уже натерпелся. А чего? Да. Страшно здесь? На войне. Это что, украинцы самые страшные? Украинцы страшные? Украинцы правильно делают? Ну, конечно, они защищают свой дом. Да, правильно делают, защищают свой дом. От бурятов в том числе? Не разумел. От бурятов в том числе? От бурятов? Да, защищают свой дом. Вот, как вы думаете, как, что делать, чтобы закончилась война? Путин для вас кто? Я не буду на это отвечать за вопрос. Не будете отвечать? Так президент или нет? Да, президент. А вы что подумали, что я спрашиваю? Ай, ну, Путин кто? Ну, кто Путин? А, вы думали, что вы ответили, что Путин хуйло? Или как? Ну, я спрашиваю, вы ответили, у вас президент или нет? А что вы подумали? Да, я так и подумал. Путин, что Путин хуйло? Что вы должны были на это ответить? А вы боитесь, да? Если бы вы это сказали, то что бы вы с вами сделали? В Бурятии или в России? Не знаю. Не, ну, вы боитесь это сказать, да? Я на камеру точно не буду говорить. Не, ну, я это понимаю, да? А что бы вы сделали, если бы вы сказали? Просто интересно. Ну, потому что Украина свободная страна. Я не знаю. Ну, были бы проблемы, да, из-за этого? Да, скорее всего. Вам нравится так жить там? Ну, вы же молодой человек, 21 год. Говорите, еще куда-то поедете. Вот лично вам нравится так жить, так как вы живете там? Вся Бурятия как на убой пошла, да? Вот стадо баран. Ну, хорошо, нету, где там приехали, да, там, телевизоры, унитазы, еще что-то забирали русские солдаты. Разные там были, да? Да. Ну, нету проблем. Слышали это, да? А то, что насиловали украинских женщин, детей? Это тоже слышал. Слышали, да? Что думаете? Да, это бесчеловечный. Не знаю. А что такое деноцификация? Не понял. Деноцификация. Вы же сюда приходили к пехоте, сидели, где деноцификация, говорил Владимир Владимирович вашим. Знаете, что это такое? Нет. Ну, украинцы типа нацисты сначала, да? И нужно Украину избавить от нацистов. Ну, типа, вот оператор, я это типа нацист. Протокуру тоже слышал. Слышали, да? И что думаете? Ну, то, что здесь нет нацистов. Вся эта пропаганда была. Ну, вы верили в это, да? Многие верили. Ну, ну, многие. Мы же говорим, например, о вас. Вы верили в это, да? Да. А вот как вы себе представляли, каким должен был быть украинский нацист? Не знаю. Или то, что там толкалось маньянным, Соловьевым, кто там еще там? Скобеева это? То есть вы так себе представляете, так, как они говорили? Да. Ну, что, украинцы там кушают детей, я не понимаю, но как это все представлялось? Вот вы зайдете, тут здесь там куча нацистов. Ну, как вы себе просто представляете? Представляли, да? Ну, не знаю, там, со свастика. С чем они должны были быть? Все там, Азов. Ну, теоретически. Вы едете, да, вот сейчас вы пересекаете Армянск, заходите в Херсон, хоп, и вы в логере нацистов. Да, я не знаю, никак не представлялось. Ну, все-таки вы ехали к нацистам, да? У вас миссия была. Хотите что-то сказать от себя? Да нет. Вообще? Родной может? Да, я уже все на это сообщение, все на это отправил. Все, уже, все, все. Вы хотите быть обменен? Да. Вы куда ведете за Бакарский край? Это Бакарский край. И что будете делать? Заработать. И не говорить, что Путин хуйло. Потому что за это могут быть проблемы большие. Все правильно я говорю? Наверное. Спасибо.